Христос Воскресе! Дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с продолжающимся праздником Пасхи Христовой. И в это вечернее время мы слышали пасхальное евангельское слово о воскресении Господа нашего, как Он явился в первый день по Своем воскресении, Марии Магдалине. Конечно, этот отрывок, он состоит из двух частей. Одна – это личная часть, которая касалась только Марии Магдалины, это происходило с нею. А вторая часть, которая особо важна нам, всем, для которых Господь говорит слова жизни. И Иоанн Богослов эту первую часть, равно как и все остальное, что было связано с тем, как Мария Магдалина прибежала ко гробу, записал с ее слов, потому что она, вернувшись к апостолам, рассказала, что с ней произошло. И святой апостол Иоанн не был свидетелем того, как это произошло, но однозначно, что эти слова истинны, ибо после того, как Мария Магдалина и другие ученики Господа в Сионской горнице возвестили о том, что Христос воскрес, то Сам Спаситель явился пред ними в месте их собрания и преподал им свой мир. И вот мы слышали сегодня, как Господь обращается к Марии Магдалине, и Он называет ее сначала не по имени, а так, как обращался бы человек, который шел мимо и вдруг увидел плачущую женщину. Жена, что плачешь? И тем самым Он проявляет свое милосердие, потому что Он-то знает, что она плачет, но чтобы явить слова жизни, которые Он потом произнесет, Он предлагает именно такой разговор, такие вопросы, такой диалог с Марией Магдалиной. И она, естественно, отвечает по существу, по тому состоянию, в котором она пребывает. Она говорит то, что есть на самом деле, выражая всю скорбь, с которой она пришла на место погребения своего учителя, наставника, того, кто исцелил ее. Она думала еще хотя бы немного воззреть на мертвое тело своего учителя и облить его миром по древнему обычаю, как совершают при погребении мертвых. И тогда Христос обращается к ней, я думаю, с улыбкой, и говорит ей «Мария». И в этих словах уже все сказано. То, как Он произнес это слово «Мария», ей стало понятно, кто перед нею, и что Христос действительно воскрес, и что это не какие-то юноши стоят у гроба Господня, там, на месте, где Он был погребен, а это ангелы, которые свидетельствуют здесь же о происходящем событии, что это не призрачно, что это не сон. Это на самом деле происходит сейчас. Воскресший Христос является тебе, Мария, чтобы засвидетельствовать то уважение и любовь к ней, открыть ее сердце, которое не побоялось ни смерти, ни опасности быть пойманной римскими воинами, и идти к своему Учителю, которого она всем сердцем своим возлюбила, который открыл ей слова жизни. И, конечно, она откликается, понимает, и нам являет Господь тогда важнейшее слово, с которым Он обращается к Марии Магдалине. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к Отцу моему, но иди возвести, братья и моей!» И дальше говорит замечательные, богословские, верные, истинные слова, которые уже обращены к нам. Именно ради этого Иоанн Богослов, не только показывая свидетельства о воскресении Господа через это повествование, но и эти важнейшие для нашего спасения слова. «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». То, что Бог наш, мы знаем, потому что мы обращаемся к Богу, и евреи обращались к Богу, к тому самому. Другого у них не было Бога. Но назвать Бога своим Отцом человечеству еще не приходилось. Это означает, что Бог нас определяет своими детьми. Он усыновляет нас, этих непослушных детей, которые постоянно проказничают и совершают много противного Божьей воле. Бог через Сына Своего открывает нам Свою любовь и говорит о том, что Он теперь для нас Отец. Не Отчим, не Хозяин, не Господин, а Он нам Отец. Поэтому, когда еще до воскресения Господня Спаситель даровал нам молитву Отче наш, то это был только первый шаг к тому, чтобы открыть нам настоящее отношение Бога к людям. И если тогда это еще было только наставление, и немногие дерзнули молиться так, то по воскресении Христовом, когда Сын Божий вознесся на небо и сел в человеческом естестве, одесную по правую сторону от славы Своего Небесного Отца, то мы имеем это дерзновение молиться Ему, как Своему Небесному Отцу. И в этот момент, когда еще чувства переполняли сердце Марии Магдалины, когда в слезах было ее лицо, когда она еще не могла осознать всего, что происходит в этот момент, ибо до этого случая никогда она такого не представляла, то в этот момент Господь и оставляет нам еще одну замечательную истину, что мы есть Его дети. Будем же оценить это, будем подражать нашему Небесному Отцу, ибо если мы Его образ, то Он наш первообраз, и мы к Нему должны обращаться, как люди обращаются к Свету, когда хотят, чтобы во свете были сделаны их дела. Будем обращаться к Своему Небесному Отцу, чтобы Он нас просветил Своим Божественным Светом, как в завершении сегодняшней службы мы слышали, во свете Твоем узрим свет, усиль, продолжи, пробави милость Твою тем, кто знает Тебя. Будем же хранить эти замечательные слова о воскресении Господа, которые передала нам Мария Магдалина и записанные Иоанном Богословом. И будем помнить, что наш Небесный Отец всегда протягивает нам руку помощи, в какой бы страшной скорби и обстоятельствах не пребывали мы. Но вместе с этим и будем помнить, что это доверие Его, есть еще и большая наша ответственность называться Детьми Божьими. Будем же соответствовать этому высокому званию, которому призваны мы здесь, на земле. С праздником поздравляю всех вас! Христос воскресе! Продолжение следует...